Я покажу вам просто не только мою комнату, ну как мой. О, белочка, 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 брундучок. А, тут еще есть шкаф. Вот. И Саша, короче, вот это вот, это Саша поломал, это жесть. Где, 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 я не вижу. За забором? Нет, здесь только что пролетал. Смотрите, это настоящая бизьонка. Я в шоке, какие некрасы здесь. Они прям рядом. Они с легкостью могут забрать просто у тебя сумку, телефон. Камеру. Поэтому с ними надо быть очень-очень осторожными. Хей, гайз, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята. И сейчас будет очень интересное видео, перед которым я, Света, тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Кстати, нас уже совсем скоро 800 тысяч, и я нереально рада. И хочу что-нибудь крутое разыграть. Сейчас будет достаточно интересное видео. Рум-тур. И я покажу вам просто не только мою комнату, не только там ванну, как это делает скучно. Я хочу вам показать весь мой сад. Ну как мой? О, белочка, 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 белочка. Брундучок. Брундук, брундук, брундук. Где он? Что? Вот, 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 смотрите. Смотрите. Так вот, интересность заключается в том, что здесь очень-очень много. Смотрите. Смотрите. Господи, какая милашка. Это же бурундук, как в мультике про Чипа и Дейла. Офигеть. О, вот еще один спит на ветке. Блин, они такие милые. Да тут просто рай для бурундуков. Блин, кажется, мы его разбудили. И вот еще один. Сейчас попробую его поймать. Ребята, прикол Шри-Ланки в том, что ты можешь просто идти гулять даже где-то на пляже. Увидеть обезьяну, увидеть бурундучка, увидеть огромного варана. Здесь очень много животных, очень милых и классных. В общем, давайте начнем с нашего сада, как бы. На этой машине мы приехали. И просто, вы смотрите, нереально большие и классные, пышные пальмочки. И там вот, если не забыть, кафешка. Там мы будем, наверное, кушать больше всего времени. Там номера. И, боже, смотрите, какой красивый цветочек. Вот так вот выглядит наш отель. Он трехэтажный. Мы живем на первом этаже, и это очень хорошо. Там ступеньки. И вот тут начинаются комнатки. И прикольно то, что мы с родителями живем просто отдельно. И нет никакого прохода. То есть мы с Игорем и Сашей живем в одной комнате, мама и папа в другой. И мы очень рядом находимся, просто за маленькой такой стенкой. Привет, красавица. Как тебе? Ой, мне так нравится. Хочу быстрее показать. Так, давайте начнем с нашей комнаты. У нас есть столик. Просто можно сидеть, отдыхать. Тут открываются окошки. В общем, мы здесь просто сидим, просто отдыхаем. У нас здесь пепельница. Вот эта пепельница здесь в виде ракушки. Мы не курим, поэтому нам не надо. Мичем-то зайдем. Та-ра-там. Слышали? Кто это? Вы слышали? Это кто-то? Я не понимаю. Мама! Такие звуки издает павлим. Да. Точно. Вот тут, мам. Вот тут. В этом сарабе. Блин. Слышите, ребят, у меня, Лиза, у меня знаешь, какая есть идея? Давай вечером в прятки поиграем. Шикарно. Прикинь, игуаны, обедьяны. А-а-а. Павлины. Боже, боже. Реально можно будет тут в прятки? Слушай, шикарно. Вот выглядит наша комната. Это место Игоря и Саши. Просто нереально большая кровать. Наверное, даже больше, чем у нас дома у папы и мамы. И просто балдахин. И знаете, что это значит? То, что нас не будут кусать комары. Да. Потому что в прошлом отеле нас просто они загрызли. В общем, тут такой столик. Все нормально. И моя кровать. Она, конечно, по сравнению с этой очень маленькая, но мне кажется, очень удобная. Тоже здесь есть балдахин. И просто самое классное, то, что я могу смотреть на улицу. Класс. Могу, конечно, зашторить. В общем, вот так. На самом деле, это практически не вся наша комната. Здесь есть вентилятор. Поэтому нам не будет ни жарко. Нас будут кусать комары. Мы будем высыпаться наконец-то. И идем себе в ванную. Я быстренько расскажу. На самом деле, ванна кажется просто, что нереально грязная. На самом деле, это такое покрытие. То есть, она гладенькая-гладенькая. Вот так вот. Идемте в мамину и папину комнату. А, тут еще есть шкаф. Вот. И Саша, короче, вот это вот, это Саша поломал. Это жесть. Я не знаю, можно это оставлять и мне. Ну, что-то страшно. В общем, вот такой огромный зерк специально для меня. Я здесь буду снимать в ТикТок, в Лайк. Позже, куда я больше не буду снимать. Вести прямые эфиры. Вообще шикарно. Идемте в мамину и папину комнату. Тут совершенно то же самое. И у мамы и папы еще есть плюс одна кровать. Я думаю, здесь будут какие-нибудь вещи. Нет, тут я буду снимать. А, да. Просто прикол в том, что Саша иногда боится и прибегает к родителям. Поэтому это специально кровать для того... Такое же большое зеркало. Тут уже, конечно, все в компьютер. Я не понимаю, блин. Это павлин. Павлины так говорят, так кричат. Я не понимаю. Блин, а давайте потом пойдем посмотрим. Смотри, смотри, смотри. Мама, быстрей. Где, где, где? Я не вижу. На заборах? Нет, здесь только что пролетал. Ребята, вот такой вот траумптор у меня получился. Но это еще не конец видео. Я хочу вам показать там, где мы будем кушать. И сколько здесь просто мало расстояния до пляжа. Я вам это все покажу. Но сейчас я пойду переодеваться. И мы пойдем. Ребята, каждый раз, когда я просыпаюсь и выхожу на улицу, я вижу вот это. Просто нереальная красота. Это банановая пальма. Это кокосовая. И очень много зелени. А еще, знаете что? У банановой пальмы сзади листик такой гладкий, что очень похож на полиэтилен. И просто посмотрите, какие большие вообще листики. Просто нереально. Вчера, когда шел дождь, я спряталась под одним из листиков. И дождь не попал на меня. А еще здесь очень круто поделать фотки. А еще у нас очень много обезьян. Вы видели, как там прыгают? Они такие даже немного страшные. Да, здесь все на шампрыгнуло, представляешь? Там плетеный. Ого, сколько тут обезьян. Ребята, смотрите, какие классные. Если честно, они даже немного страшные. И они просто посмотрите, как они на нас смотрят. Еще одна. Класс. Они бегают какими сайками. Вот они сейчас над нами, да? Ё-моё. Ребята, аккуратно, потому что они очень любят скидывать разные кокосы. О, господи, еще тяжелее. Смотрите, у нее детенок вылазит. Смотри, как она его мило взяла. Класс. Боже, ты какой. Два детеныш Аня забил. Меня смотрят, смотри, мам. Мам, смотри, как он у меня кокос. Боже, сколько там. Еще, ребята, это вообще капец. Смотрите, это настоящая обезьянка. Я в шоке, какие они крутые здесь. Они прям рядом. Ребята, я прочитала в интернете то, что им нельзя улыбаться, чтобы было видно зубы вот так. Потому что они думают, что это агрессия. Типа, мы злимся на них и могут накинуться. Поэтому улыбаться им надо только так. Еще они очень опасны тем, что они могут подпрыгнуть и что-то выдернуть из рук прям. И просто убежать. Поэтому надо держать свои вещи очень-очень крепко. Они с легкостью могут забрать просто у тебя сумку, телефон, камеру. Поэтому с ними надо быть очень-очень осторожными. Ребята, также во дворе есть обычные аквариумные рыбки. Их здесь очень много и их очень легко словить. Словила. Отпускай. Ребята, а здесь в кафешке огромные карпы. Посмотрите, они реально большие. Еще какие-то рыбки. В общем, маленькие рыбки. И есть два вида карпов. Есть белая, а есть черная. Идемте словим. Я хочу сюда. Ребята, я надеюсь, вам понравился этот рум-тур. Мне очень нравится место, где я живу, место, где я питаюсь. И я полностью довольна. И еще это достаточно страшно, когда рядом живут обезьяны, которые могут залезть тебе в дом. Ладно, неважно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А с вами была я. Виза всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok